давно завершились. Региональные школы готовятся к 1 сентября. Большинство образовательных учреждений уже на финишной прямой. Осталось буквально повесить занавески и навести порядки. Олег Хатанзийский отправился в рейд по школам и узнал, в каких условиях будут учить детей. Не поверите, это кабинет начальных классов. За неделю до нового учебного года он выглядит именно так. Здесь складируются стройматериалы. Впрочем, педагоги уверяют, кабинет уже к четвергу приобретет свой должный вид. А уже 1 сентября здесь первоклашки впервые сядут за школьные парты. Свежий запах краски в школе поселка Искатели должен исчезнуть уже к концу недели. За летние каникулы образовательные учреждения обновили практически до неузнаваемости. В здании восстановили стены, на третьем этаже заменили электрику. Теперь в школе установлена одна из самых современных пожарных сигнализаций. Большие работы были на втором этаже, то есть полностью капитальный ремонт второго этажа. То есть это работы в кабинетах, это настил линолеумов, это очень хорошо сделали стены и очень много сделали, конечно же, в коридоре. В коридоре это уложенная плитка, это снова сделаны хорошо кабинеты, это подвесной потолок и самое главное, то есть у нас здесь освещение именно на энергосберегающих лампах, то есть светодиоды. Со временем школа полностью должна перейти на светодиодное освещение. Это современно и, конечно же, экономично. Кроме того, большие работы этим летом были проведены в одноэтажном здании. Строителям удалось восстановить систему водоснабжения в кабинете, где преподают технологии труда. А вообще во многих классах осталось установить школьные доски, повесить жалюзи и добро пожаловать. Первому сентября готовы все будет? Конечно, мы все рассчитываем, что в четверг уже все будет готово, то есть все будет висеть полностью. И практически с четверга уже школа может принимать даже детей. Предстоящий учебный год, обещают педагоги начальных классов, станет непростым. Получать знания в этом году будет чуть ли не рекордное количество первоклассников. Зато в каком комфорте, шутят учителя. Сколько в этом году будет принимать новых воспитанников? Ну, у нас на сегодняшний день 106 первоклассников. Это много, это мало? Это много, потому что мы открываем в этом году пять классов. Пять? Пять первых классов. У нас свободных мест, только пока осталось уже четыре максимум. Вообще в школе количество детей увеличилось. По сегодняшним подсчетам, вот я проводила мониторинг в субботу, у нас 740 детей. Тем временем строительный бум продолжается и в третьей городской школе. Впервые за многие годы здесь наконец провели капитальный ремонт крыши. Старая протекала, да и внешний вид совсем не радовал. Самое главное у нас было, был проведен капитальный ремонт крыши, кровли значит нашей. Отремонтировали крыльцом. Очень красиво сделано. Подрядчик был исполнительный, все вовремя закончили работы. Любители физкультуры ликуют. Готовиться к нормативам ГТО ученикам предстоит в обновленном спортивном зале. Помимо косметического ремонта, в помещении заменили напольное покрытие. Старое убрали, взамен постелили новенький спортивный линолеум. Преобразилась и столовая. Аппетит школьников теперь явно будет лучше, шутят педагоги. Впрочем, еда едой, но и об учебной программе здесь не забывают. Школа закупила почти две тысячи новеньких учебников на 700 тысяч рублей. Тем более в этом году у нас идет новое направление, вот литература у нас по новым идет авторам. Также идут английский язык тоже в девятых классах, тоже новые авторы идут учебники. На линейке в новом учебном году свой первый звонок здесь услышат 58 первоклашек. Чтобы праздник знаний прошел на высшем уровне, работникам школы всего-то осталось повесить занавески, навести порядки и надуть воздушные шары. Я думаю, что 1 сентября у нас будет необычно. А почему? Как всегда будет линейка, торжественная часть. Первоклассники, я думаю, будут гости. Олег Хатанзейский, Дмитрий Луки.